Ас-саляму алейкум. Мир вам. С вами Сергей. И Амирхан. На подсоветском пространстве бытует мнение, что муфтияты и духовное управление подконтрольны государству. Так ли это на самом деле? Да, и эти мнения, оно вообще неспроста. Даже в Википедии можно прочитать, что первое, организационное оформление мусульман в Российской империи, а Украина, она также входила, как и множество республик, в Российскую империю, к сожалению. Так вот, там написано, что первое в Российской империи оформление было Оренбургское Магометанское духовное собрание, которое было учреждено указом императрицы Екатерины II и было создано по просьбе уфимского наместника Игельстрома. И тут, внимание, для чего? То есть, как государственное учреждение для испытания лиц духовного звания и отбора среди них благонадежных. Странно, да. Но действительно ли так обстоят дела у нас, в Украине? Да, и вообще, все ли муфтии такие и муфтияты подходят под это описание, являются подконтрольными? Так что давайте разбираться. Да, и гость, наш сегодняшний гость, это муфтии Автономной Республики Крым, Айдер Исауглу Рустемов. Саламу алейкум варахматуллахи ва баракату. Такое интригующее начало, я бы сам с удовольствием послушался. Да, ну вот, к сожалению, вот такое мнение бытует в народе, в основном, что касается России. То есть там люди, когда слышат муфти, муфтият, духовное управление, то есть нету доверия к ним, кроме некоторых муфтиев, которые там действительно общаются с народом и так далее, на одной волне, как говорится. Но для начала давайте познакомимся. Расскажите немного о себе. Что именно вас интересует обо мне? Кто вы, что вы, где вы учились? Да, это главный вопрос, кстати. Меня зовут Айдер. Я, как и все крымские татары, родился в Узбекистане, потому что родители выслали депортацию в мае 1944 года, известные факты. В 88-м году вместе с родителями мы уже, слава Всевышнему, слава Аллаху, переехали в Крым. Ахамдулла. Да. В принципе, среднюю школу я уже окончил в Крыму. Это 96-й год, получается. Аллах дал возможность учиться за границей. У меня такая мечта была с детства получить образование за границей. Не было мечты получить какое-то религиозное образование, еще что-то. Вообще, изначально поступал в Турцию и даже поступил в Турцию, но поскольку у нас в те годы спрос превышал предложение, активно молодежь крымская ехала учиться в Турцию. У меня еще старший брат как раз поехал за два года до меня учиться в Турцию. И я такой мечтой загорелся, но спрос превышал предложение, и поэтому меня закинули в резерв, сказали, вот ты поступил, но на следующий год уже поедешь учиться, потому что там по квотам было, там система определенная была. Ну, знакомая ситуация, у меня такое же самое в Медине было, то есть меня тоже приняли, уже даже мое имя было, но потом оно исчезло, и сказали на следующий год. Да, ну и потом, как подарок от Всевышнего, по программе, по приглашению орданской стороны, от принцессы Вичдэн Али звали ее. Ничего себе, серьезно так. От королевского дома было даны четыре квоты для крымских татар, то есть мне предложили в Орданию поехать, я туда поехал учиться. То есть именно для крымских татар, да? Да, да. То есть они в курсе, да, что в Украине есть вот мажала. Да, ну это долгая история, сейчас подробности если рассказывать, как, что это. Ну, в итоге так оно получилось, значит, я поехал в Орданию, там год отучился, закончил языковой центр досрочно, за два семестра, и сразу оформился на факультет основы религии. Там поручился год на этом факультете, потом, взвесив все за и против, учитывая специфику вообще арабских стран, возможность получать религиозное образование и так в мечетях, на отдельных каких-то кружках, дополнительных занятиях в том же университете, у тех же преподавателей, докторов известных. То есть я принял такое ключевое волевое решение, перевелся на факультет арабского языка и литературы. Для чего? Для того, чтобы в плане трудоустройства, в плане самореализации уже в дальнейшем в Украине, здесь, в Крыму, чтобы было легче. Чтобы как бы легализоваться, то есть сюда приезжаешь, да? Потому что, да, основа религии, ислам и так далее. Это вообще было сложно представить, где будет востребован этот диплом. И в 2001 году я завершил учебу, тоже досрочно, то есть там такая возможность была у нас, чем больше предметов берешь, система обучения такая, сам человек выбирает. Приехал сюда, уже пытался здесь самореализоваться. Поначалу работал переводчиком, шариатским редактором. В Ansar Foundation была такая организация, которая выпускала литературу исламскую. Там поработал несколько лет, но впоследствии, к сожалению, она закрылась. Я переключился уже на какую-то коммерческую деятельность. Уже устроился там в турецкую компанию. Опыт был уже и в бизнес-сфере, скажем так. С турками поработал. В конечном итоге, если опустить все подробности, учредил свою компанию. То есть опыт управленца именно есть как лидера компании, правильно? Слава Всевышнему, да. Аллах дал такой опыт. Этот опыт, на самом деле, очень-очень полезный с точки зрения жизненной, практической. Во всех сферах. В каком университете вы учились именно? Название. Университет Аль-Аль-Бейт он называется. Это университет, в котором не преподают шиизм, сразу говорю. Я же хотел это узнать. Вас зовут Хейдар. Университет Аль-Аль-Бейт. Это университет, в котором абсолютно все факультеты есть. Экономический, и педагогика, и история преподается, и инженерия. Все абсолютно, да. Понятно. Он на границе с Ираком, в городе Мафрак. Такой путь. Вот как вы стали муфтием? 2014 год. Оккупация Крыма. История логичная, цикличная, как я всегда говорю. И она повторилась один в один. То есть, как только Россия вошла в Крым в 2014 году, она что пыталась, попала под жесткие санкции, пыталась легитимизировать свое там присутствие. Каким образом это сделать? Каким образом это сделать? Используя различные факторы. Один из факторов – это коренной народ Крыма, крымские татары. Каким образом, если политический институт в лице Меджлиса не признал аннексию Крыма? То есть, сейчас Меджлис – запрещенная организация на территории Российской Федерации, невзирая на решения ООН, ЕНО и ООН и так далее. То есть, они использовали религиозный фактор. Что сделать? Купить духовных лиц. Запугать духовных лиц. Как сделала Екатерина в свое время, в то время? Они подкупали. Есть конкретные архивные документы, как князь Потемкин ходил, выплачивал определенным имамам, не всем, естественно, кого-то казнили. Кто был не согласен, казнили, убирали, запугивали. Да, да, да. Таким образом, она и повторилась эта история. Соответственно, поскольку крымско-татарский народ оказывается в такой ситуации, и число переселенцев с оккупированных территорий, с Крыма, на материковую Украину, с каждым днем все увеличивается, хотя никто этого не приветствует. Ни политический институт, ни я лично, ни уже новосозданная религиозная организация наша, муфти от Крыма здесь на материке, мы это не приветствуем. Вызовы возникают, вызовы современности. То есть как быть, как в условиях оккупации крымско-татарскому народу, а потребность, если мы говорим про народ, она всегда такая, существует. Сохранить свою идентичность, в том числе и религиозную. Здесь на материковую Украину. Конечно, удовлетворять свои духовные какие-то потребности, давать какой-то минимум образования религиозным детям, обучать их намазу, чтению Корана и так далее. Это все вызовы. И, соответственно, чтобы ответить на все эти вызовы, было принято такое решение, в том числе и политическим институтом крымско-татарского народа, миджлисом, создать здесь на материке новое духовное управление мусульман автономной республики Крым. То есть оно именно новое? То есть оно не получается, исторически нельзя проследить, что вот мы раньше были тем вот мафтиятом, и теперь вот мы просто переехали? То есть это реально новое, да, получается? Ну, считайте так, это волей судьбы произошла люстрация. Волею судьбы и люстрация. У нас прошел съезд учредительный. Модератором этого съезда это тоже показательно. Был непосредственно сам глава миджлис Арифат Чубаров. На этом съезде участвовали здесь уже де-факто, где-то де-юро, существующие уже религиозные общины переселенцев, крымских татар, мусульман, которые выбрали... Бас Муфти, да? Да, выбрали. То есть вы не захватили власть, да? Вас выбрали. Никого убить не пришлось. Да, кстати, да, вот так, как так получилось, что вы в Киеве, да, получается, да, а в Крыму облаев. То есть, получается, там же тоже муфтият функционирует и работает. Вот он считается муфтием там легитимным? Его народ признает? Или все-таки народ признает вас? Те, которые в Крыму остались? Да. По моему глубокому убеждению, если есть какая-то поддержка у данных лиц, то она крайне мизерная. Крайне мизерная. Ну, как говорится, в семье не без урода, сами понимаете. Понимаем. Да, то есть, ну, если мы говорим про легитимный орган, институцию, которая бы представляла коренной народ Украины, крымских татар-мусульман, то однозначно это новосозданное духовное управление мусульман Автономной Республики. Крым тут. Вы общались вообще с Аблаевым? Были у вас какие-то... Семейра Али Аблаева мне был знаком, да? Я имею в виду после аннексии? Нет, после аннексии мы не общались. Да, в принципе, если даже посмотреть в соцсети, там обычный народ даже в Крыму ищет, чтобы пообщаться с ним. Сколько постов было в Фейсбуке. Муфти пропал. Прячется? Ну, муфти в кавычках пишут. Да, муфти спрятался от народа. Мы не видим муфти и так далее. Ну, это уже... Понятно. То есть, вот это вот такая политика России, да? То есть, контролировать все и везде. То есть, как я знаю, да, они всегда лезут, хоть и говорят, государство отделено от религии. Но по факту... Да, но они лезут в дела мусульман, например. А вот украинцы, Украина... Да, какое положение? Поступает с муфтиятом или нет? Украина, хвала Всевышнему, свободная страна. И даже все люди, которые сюда едут, крымские татары, в частности особенно, они говорят, когда мы пересекаем границу оккупированного Крыма и видим украинский флаг, вот просто вдали мы его видим, и это слышал не от одного человека, поверьте. То есть, они говорят, наступает чувство, ощущение, ну вот, наконец, можно спокойно вздохнуть. Суперно. Да. И они, я, вот, причем, приблизительно плюс-минус, говорят люди в одной и той же формулировке. Можно свободно вздохнуть. Ну да, это заметно. У меня иногда такое ощущение, что мы тут записываем какие-то хвалебные оды в Украине. Мы чуть ли не на каждой передаче говорим, как здесь, типа, свободно дышится. Нет, но это на самом деле так. Ты просто не был в России, понимаешь? Я был в России. Меня там хохлом называли. Вот, это ты был какое-то определенное время. А ты не жил. Да, меня называли хохлом. А ты там не жил, а я жил. И еще не просто в России, да, а в своей республике жил, со своим народом, да, как бы говорят. И тут ты там себя не в безопасности чувствуешь. То есть, а сюда приезжаешь, первым делом, да, и вот, как Айдерон сейчас сказал, не только, например, крымские татары, даже дагестанцы взять. Они даже, от них я слышал, что прям веет свобода, как говорится, в воздухе. Благом устанавливается. Нам, жившим здесь в Украине, это надо не понять. Ладно. Значит, получается, муфтият, то есть государство, не лезет в дела мусульман, если так сказать. Однозначно. То есть, вы независимы муфти, да? Однозначно, да. По-другому и не может быть. Не, ну, может быть, бывает же такое там, вот оно вроде бы независимое, но они там придут, да, или позвонят, неважно, и такие, там, уважаемые Эдерустемов, вот у нас есть такая вот просьба к вам, вот это вот делать, или вот это вот не делать, какие-то наставления, или какие-то... Такое бывает вообще? Не, ни в коем случае. Ну, значит, мы, как религиозная организация, мы должны понимать, да, мы зарегистрированы в законодательном украинском поле, то есть, как юрлицо. Это есть. Связь, ну, вот, очевидная. Мы действуем в рамках этого поля. Мы не нарушаем закон, и все, и... Никаких проблем. Никаких проблем нет. То есть, никто ничего не делает. Коммуникация у нас, главный исполнительный орган сейчас, этнослужба, с ней налажено. Этнослужба, в свою очередь, коммуницирует с Министерством культуры, которому оно поредковано. Встреча у нас, ну, недавно тоже, вот до Нового года, как раз встреча была с Министром культуры, мы обсуждали различные, говорят, проблемы там и тому подобное. Взаимодействие. Ну, так, чтобы говорили, вот это делайте, это не делайте. Нет? Машала. Вот хотел бы еще вопрос затронуть насчет Крыма. То есть, мы, как знаем, в Крыму осталось, после аннексии, много очень крымских татар, которые не захотели или не смогли переселиться в Крыму. Я бы сказал, что все они остались, за исключением тех, кто вынуждены были покинуть Крым и переехали сюда. Но сейчас мы знаем, их там притесняют. Да. Вот так же, как у нас в Дагестане, так же сейчас в Крыму притесняют мусульман. Да. И они все равно не уезжают оттуда. Правильно ли это решение? Естественно. И я всегда об этом говорю. Тот, кто может находиться в Крыму, жить, быть успешным, реализовывать себя, должен оставаться в Крыму. Тот, кто не может, кому угрожает опасность, его жизни, его имуществу, его чести, основные, макаса да шария, берите, в первую очередь религии. То есть, кто не может, тот вынужден, то есть, и может переехать. Вот вы, как Муфти, вы общаетесь с Меджелисом, да, общаетесь с Меджелисом, знаете, ну, варитесь так чуть-чуть в политике, можно так сказать. Какие шансы того, что Крым вернется в состав Украины и станет автономной республикой Крым, которые будут уже там крымские татары во главе? Другого не дано. Крым, это Украина. То есть, все международное право говорит об этом. То есть, рано или поздно это должно случиться. Рано или поздно. Тем более, у нас есть яркие примеры тому, как Германия, тоже была аннексия. 50 лет или 48 лет прошло. Я сейчас не вспомню этот клочок земли, который они аннексировали. Или Марокко. Там тоже зеленый марш относительно недавний. Кстати, это когда король Марокко берет Коран, Мусхав, поднимает весь народ, там 350 тысяч идут. То есть, проламывают и происходит воссоединение. территории. Ну, посчитайте зеленый марш в истории. Рано или поздно это должно случиться. Если посмотреть на республики Кавказа, то они уже давно аннексированы, оккупированы. И как-то там все очень сложно. В случае с Крымом это немножко другая история. Потому что тут международное право. То есть, это аннексия не признана всем цивилизованным миром. немножко другая история. Надежда на одного Всевышнего. Это однозначно. Мы же все понимаем. Суть это одно. И суть мы всегда подчеркиваем. Мы говорим про форму. А в чем вообще суть деятельности Муфте в Украине? Какие вопросы здесь бывают? Какие решения вы можете делать вообще? Как я сказал, мы здесь создавались в ответ на вызовы. То есть, это основные цели, которые мы преследуем, это защита религиозных свобод и прав. Воспитание детей, молодежи в исламском духе. Сохранение религиозной идентичности. Связь с Крымом настолько, насколько это возможно. То есть, какой-то религиозный контент, слава Всевышнему, то есть, 21 век, технологии, YouTube-каналы, Фейсбуке, мы можем делать продукт, который могли бы люди смотреть. В том числе и на крымско-канарском языке. Вот это основные цели и задачи. То есть, где есть в том или ином поселке, селе, громада, люди, они могут объединиться, так, в принципе, и происходило. И число этих громад сейчас растет. Они объединяются, и что, какие у них потребности есть? Потребность есть у каждого мусульманина совершать джуманамаз. Они собираются, и что говорят, да, нам нужно совершение намазов. То есть, джуманамазов, коллективных намазов, байрамнамазов и так далее. То есть, собираются, регистрируются, оформляются как община, потом ищут помещение, соответственно. Как правило, это аренда, к сожалению, на сегодняшний день, потому что нет возможности сходу что-то делать. хотя в некоторых громадах крымские татары всегда отличались тем, что мы не любим просить, мы любим делать сами, делать сами, собственными руками, как бы тяжело не было строить, выкупать и так далее. Хотя по большому счету в этом смысле, конечно, государственная поддержка была бы очень кстати, но к сожалению ее нет. Но тут это же такая, как говорится, две стороны одной медали, то есть с одной стороны нет поддержки, а с другой стороны они не диктуют правила. А не поддержку, это есть, но государство просто обязано, оно по своим же законам обязано поддерживать. Вот, наверное, русскоязычные слушатели с России в основном смотрят и удивляются, потому что в России если тебе захочется, ты не можешь открыть муфтият, просто так. То есть, как я говорил, муфтият подконтрольное государство, это как государственное учреждение, духовное управление. А в Украине с какими сложностями вы столкнулись, чтобы открыть муфтият? Были ли такие сложности, как в России, например? Сложности были на этапе регистрации, то есть там чисто такие юридические коллизии были. Вот, мол, существует духовное управление мусульман Крыма, которое находится на оккупированной территории, оно есть в реестре, вы не можете так называться. Ну, в конечном итоге это все обыгралось так, что мы назвались не духовное управление мусульман Крыма и Севастополя, как это было раньше там на территории Крыма, а мы назвались духовное управление мусульман автономной республики Крым. Вот так мы назвались. Все лучше, Ну да. Севастополю сильно много чести, не кажется? Я тоже так думаю. Да. Получается, вы же, ну, не первый муфтияд тут, тут еще есть в Украине, до вас, были другие муфтияды. Да. Я знаю, да. И как вообще это? Как вообще получилось? То есть, как бы, ну, в России один муфтияд, вот есть муфтии европейской части России. Насколько я знаю, в России 81 муфтии. Да. Но, я имею в виду, они все подчиняются одному духовному. То есть, два там духовного управления есть. Европейской части и азиатская части. Да. Вот там Таджудин и азиатская, европейская Равиль Гайнудинов. Вот. А здесь, в Украине, ну, они все равно друг другу подчиняются. А все остальные просто подчиняются. Да, да. То есть, по сути, два. То есть, те, кто в европейской части, они подчиняются муфтии в европейской части, кто азиатская, азиатская. А здесь, как обстоят дела? Здесь обстоят дела следующим образом. Ну, по сути, муфтии кто? Муфтии тот, кто представляет определенную громаду. Существует духовное управление мусульман Украины во главе с Ахмедом Амимом. То есть, оно было еще создано там в 90-е годы, 92-м, вроде бы. Да, как раз после того, как союз распался и тому подобное. И одновременно в Крыму создается первый муфтии, где избирается Раметли, Сейджили, Лагамы, Салвара, Раметлис. И здесь появляется Ахмед Тамин. Опуская все подробности этой истории. Далее, впоследствии, у нас появляется духовное управление мусульман Украины Умма. То есть, во главе с Саидом Исмагиловым. То есть, это второе духовное управление. И есть еще в реестре Киевский муфтият. Он так называется, как организация Киевский муфтият. Это казанские татары во главе с Ханафьебеем. С ним, в принципе, хорошее отношение, поддерживаем связь. И совсем недавно я слышал о том, что еще какой-то духовный центр зарегистрировали здесь. Это больше турецкая громада. Турки. То есть, по сути, это не так сложно, да, сделать именно муфтият в Украине. Для этого что нужно? Чтобы люди были правильно, которые будут за тобой следовать. Получается, любой человек может сделать организацию зарегистрировать муфтият открыть. Признание людей, количество людей, которые будут представлять. То есть, в принципе, за это идет разговор, Но вы сказали, что вы с другим муфтиям, который киевского муфтията, вы с ним на связи, а другие Саиды Смаилов... Саиды Смаилов тоже на связи. Проблем особо нет в коммуникациях и так далее. А нет такого, что один муфтият нападает на другой информационный или... Я себе этого не позволяю и в свой адрес это тоже не буду позволять. Ни в чей, либо ни в свой. Каждый представляет определенную умму, скажем, умму мусульман Украины. Каждый занимается вопросами своей умы. К сожалению, нет единства. Хотелось бы единства, но, к сожалению, его нет пока. Сложно добиться этого единства. Какая у вас вообще политика по отношению к общинам, которые решили примкнуть к вашему муфтияту? Вы диктуете им все вот так и никак иначе или есть какая-то рия, свобода? Ни в коем случае никакой диктовки нет. полная свобода. То есть пока я глава духовного управления, я это могу гарантировать как глава управления. Я именно этому следую. Любая община сама выбирает себе своего главу на своих выборах местных, внутренних. Шура такая? конечно, совет. Аглюль Халли Уляк там так и формируется. Выбирает себе председателя главу, выбирает своего имама. То есть они сами выбирают, потому что имам это должно быть лицо, которого уважает джемат, за которым следует. Отсюда сразу же возникает вопрос. А вдруг кто? Обычно так люди приходят, а вдруг он бедатчик, а вдруг он еще как кто-то еще. Мы не разделяем абсолютно. Вообще не разделяем. То есть я всегда говорю так. Если суфизм это духовное очищение, духовное воспитание, то я первый суфи. Это в понимании салев. Естественно. В понимании первых праведных предшественников. Это однозначно. В понимании просто потом этот термин изменился. Сегодня суфизм это уже другое. Если салафизм, ваххабизм это следование Корану и Суни, то я первый салафит и ваххабит. Если хизбуттахрир это отстаивание того, что ислам это не просто духовная жизнь, полная пассивность, неучастие в политических процессах, вообще незнание того, что такое политика и так далее, то я говорю, я первый хизбуттахрир. Я всегда это подчеркиваю и говорю. Мы не разделяем мусульман здесь, не допускаем этого разделения. Каждый джемат он должен изнутри сам развиваться, расти и вот как это сказать. Уровень должен расти людей. Хорошо, а какая тогда функция муфтия вообще по отношению к остальным джематам? Функция муфтия в первую очень управленческая координация. Слово муфтия не от слова ифта, то есть тот, который делает именно судебные, грубо говоря, не судебные, а в общем решения, то есть ифта, фатвы, то есть человек, который дает фатвы. Смотрите, у нас есть совет улемов как площадка. Это вообще отдельная тема для разговора, если честно. Для того, чтобы не допустить опыт крымский предыдущий, когда муфтиями избирались трактористы, не имеющие вообще религиозного образования, мы учли этот опыт и когда создавали новый здесь муфтият на материке в 2016 году, мы учли и сделали такую площадку совет улемов. Что это означает? Это означает, что муфтия может быть избран исключительно человек, вошедший на эту площадку, ставший членом совета улемов в соответствии с критериями, есть отдельное положение, которое прописано, и это все учтено в уставе самого муфтията. А съезд только лишь голосует за него, то есть либо принимает его как муфтия, либо отвергает. Тогда совет улемов вынужден дать новую кандидатуру. Членом совета улемов может стать представитель любой религиозной общины, которая вошла в муфтият. Но есть требования, критерии есть. Это либо религиозное образование на сегодняшний день, либо знание десяти джузов Корана. То есть мы постепенно будем эту планку увеличивать. Вот такие вот есть определенные нюансы. Так вот, возвращаясь к нашему вопросу, то есть совет улемов вместе с главой совета улемов, вместе с муфтием по важным вопросам религиозного характера, которые влияют на единство мусульман. Начало месяца Рамадан, завершение месяца Рамадан, определение размера садаха фиттера, определение закята, к чему привязываются, к золоту, серебру и так далее. Это все, все те вопросы, которые вносятся в фетвы советом улемов коллегиально. То есть мы их публикуем, иншала, в будущем возможно, это будет какой-то сборник, и говорим о том, что все общины должны следовать этим фетрам. То есть они должны следовать не конкретно муфтию, а именно получается совету улемов. Я понял. То, чтобы не было разногласий, то есть в этом вопросе должно быть единство. Почему вообще были Мазгабы выбраны, например, у турков в Османской империи был один Мазгабы, для того, чтобы во всех частях империи было одинаковое судопроизводство, и чтобы не путались, потому что есть разногласия в фигхе разного рода. Вот, поэтому, в принципе, здесь то же самое, да? Да. Ну и, в общем, вы зашли в совет улемов, и вас просто выбрали, да? Меня выбрали, да, я всегда говорю, к сожалению, это большая, великая ответственность, это, это как горящая рубашка. То есть, когда человек надевает эту горящую рубашку, то она вот-вот либо его сожжет, либо вот-вот сожжет тех, кто приближается к этой рубашке. Это, это очень, очень бремя, на самом деле, я, я, я с удовольствием отдам эту должность любому, кто посчитает, кого посчитает учредительный съезд достойным, кто захочет этим заниматься. Мне ваши слова напомнили хадис, где пророк, алейхиссаляту ассалям, обращался к Утману ибн Афану и говорил, и ты настанешь, настанут такие времена, когда с тебя захотят снять твою рубаху. Ни в коем случае не снимай эту рубаху, он ему говорил. И Утман ибн Афан, когда его окружили вот эти хариджиты и хотели, говорили, чтобы он отрекся от своей власти, он вспомнил этот хадид и из-за этого держался за это. Некоторые думают, почему, как бы можно было бы отказаться и сохранить себе жизнь. Даже там некоторые его призывали к этому. Он держался до последнего и говорил, вы не знаете то, что знаю я. Так что и вы держитесь до последнего. не сдавайтесь, мы с вами поддерживаемся до вас. До вас достаём. Аминь. Есть две новости в Украине. Первое то, что постройка мечети большой в Киеве и также сделать два праздника Уроза и Курбан-Байрам государственными. Как вы это прокомментируете? Правда ли это? Да, конечно. То есть по этому поводу есть масса информации в открытых источниках в СМИ. Строительство соборной мечети оно запланировано. То есть есть договорённости на уровне государственного между Турцией и Украиной. Поскольку планируется не просто строительство мечети, но строительство квартиры для вынужденных переселенцев крымских татар, строительство культурного центра, строительство школы и так далее, это целый объект причём с участием различных организаций государственных турецких. Этим мы не занимаемся как духовное управление. Мы этим не занимаемся. Этим занимается насколько мне не изменяет память фирма Астем. То есть можно погуглить, узнать номера контактные, кому интересно прозвонить и задать нужные вопросы. ком этапе? На сегодняшний день идёт этап согласования всей этой проектной документации. Это очень сложная вещь на самом деле. Как это обычно бывает? конечно. Второй вопрос признание праздников государственных. Был указ президента Зеленского относительно этого. Довели ли до конца это дело? Насколько я знаю ещё не довели. Но указ Зеленского был. Но оно как будет? То есть получается эти праздники будут выходными даже для немусульман как большинство в Украине? это Нет смотрите что это означает это означает что в календаре в календаре в официальном календаре эти дни будут красными но они не будут официально выходными днями. Потому что это совершенно другая история это бюджетная история. Этого не будет. Но всё равно будет уже интересно. А если я например работник я могу потребовать в этот день все выходной или просто договор? Нет потребовать нет скорее всего в рамках украинского законодательства только право даже если начальство против взять выходной Какая самая сегодняшняя проблема в УМИ существует? Прям одна? Я понимаю что много но мы самые главные проблем всегда много Затрудняюсь ответить Я думаю я думаю в единстве проблема потому что вот иногда думаешь вот люди вроде бы мусульмане это какая-то община на одной акиде даже на одной вероубеждении на одном мазабе бывает даже так но все равно они не объединяются в чем почему так происходит потому что нет искренности проблема в том что нет искренности и все что не делается слова действия акции мероприятия это все форма то есть за ними прикрывается гнилая суть при отсутствии искренности даже если форма красивая то есть суть остается гнилой представьте себе апельсин или яблоко кожура может быть целый а внутри яблоко может быть гнилым и вы это не увидите пока разрежете его или пока оно полностью не сгниет а как так получилось почему ну это наверное природа человеческая и поэтому Аллах в принципе испытывает всех нас на этой земле тем что нам дает выбор для того чтобы мы себя проявили и когда нету единства это есть показатель того что нету искренности но это очевидно для меня это очевидно что нужно сделать для этого чтобы людей появилась искренность просто в основном как бывает люди живут в этой дуне и погрязли да например кто в грехах кто в своей работе просто рутине то есть да и уделяет мало внимания даже поклонению то есть еле как делают эти пять раз намаз в день если они куран почитают хотя бы раз в неделю то это уже хорошо я тут бы разделил личностное и общественное то есть если мы говорим про личностное то это уроки воспитания уроки богобоязненности и так далее да болезни сердца и тому подобное общественное то есть без развития личностного каждого у каждого мусульманина в целом да и как по принципу парета чтобы преобладание было не будет общественного если мы на уровне общественном то есть не видим единства среди мусульман на уровне организации общения и так далее это говорит о том что на уровне личностного личностного на уровне индивидуумов у нас нету этого искренности то есть удельная масса искренних людей меньше нежели обратно поняли и перед тем как мы продолжим у нас осталась одна рубрика блиц мы быстренько зададим вопросы но мы напоминаем нашим зрителям чтобы они не забывали поставить лайк подписаться на канал оставить комментарий и поделиться этим видео и жмякнуть колокольчик обязательно жмякнуть мы переходим к блиц опросу и напоминаем зрителям и нашему уважаемому что это такое я задаю вам вопрос а вы быстро отвечаете на него или одним предложением или одним словом да мы так мучаем наших гостей на последнее время провокация вот итак первый вопрос любимый аят или хадис и почему любимый аят наверное это тот самый аят который себе написал на троне избрал себе девизом основатель крымского ханства хаджигири который он это аят известный сур имран скажи о аллах ты обладатель власти даруешь власть тому кому пожелаешь и лишаешь власти того кого пожелаешь возвеличиваешь того кого пожелаешь и унижаешь того кого пожелаешь и так далее я думаю тогда я должен каждый правитель у себя высекать на троне или где он там сидит вообще глубоко да хорошо такой вопрос облаев муфтий нет конечно хорошо хорошо сотрудничаете вы ссб у нас есть коммуникация прямая коммуникация это не скрывается я надеюсь что возможно даже они будут к нам обращаться за определенными там чтобы мы проводили уроки и тому подобное то есть я не вижу в этом проблем это официально то есть это не то что там калуарно как-то какой у вас мазап ханафицкий вы многоженец нет будете это мечта любого мужчины так вот хорошо любимое занятие в свободное время это физкультура бег и шахматы сейчас сразу такие вопросы а шахматы не харам я думал ты должен был задать но если шейх играет значит не харам это с детства то есть слово всевышнего мне Аллах дал это мне отец научил то есть я и чемпионаты в школе выиграл и в районе была возможность вообще в Крыму участвовать в артеке к сожалению там погодные условия не позволили мы от района не поехали в университете я тоже занял первое место на своем столе хотя наша команда второе взяла и даже преподавал шахматы местным студентам по поводу шахматы я вообще ну искал этот вопрос изучал его немного когда был в Медине я пришел к выводу что реального долиля но то что именно шахматы являются харамом нет есть просто асары которые даже не прямо косвенно на это указывают то есть они вообще там шахматы просто слово упоминается но они имеют ввиду исрафль в акте наверное под это любое можно да да любую игру то есть если ты поэтому не уделяешь больше времени то есть нарды нарды например понятно на них я четкий запрет почему потому что там есть как бы случай да а тут все четко то есть в принципе изначально равные силы и никакого нет фактора азарта да 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 то есть ты опираешься на свой ум на ошибку противника то есть как в реальной войне грубо говоря тем более имам аль-Мавурди говорил есть вообще сообщение о том что табиуны играли в шахматы это об этом имам аль-Мавурди пишет много полководцев которые играли в шахматы и тем самым развивали стратегию введения боя хорошо любимый шейх поскольку я учился в университете было много преподавателей много различных шейхов ну они все эксперты своего дела уже в Иордане учились да да али-Халиби там я не знаю шейх Машхур нету такого я бы не привязывался ни к каким именам потому что когда ты начинаешь привязываться к каким-то именам то у каждого шейха есть те кто ему симпатизирует и кто наоборот и так далее есть так хорошо среди умерших может быть есть кто-то из предыдущих шейхов я имею ввиду предыдущих поколений все они любимые может быть у вас есть какое-то пожелание к нашим слушателям или вот вдохновляющее слово от муфтия бойтесь Аллаха где бы вы ни были уделяйте внимание состоянию своему душевному и физическому здоровом теле здоровый дух и наоборот будьте успешными где бы вы ни были то есть умма на сегодняшний день нуждается в истории успеха да ну на этом мы заканчиваем наш подкаст еще раз напоминаем что с нами в гостях был муфти автономной республики Крым Айдер Луча Рустемов да у нас кстати в крымском ханстве муфтиев называли муфти Азрет Лери Ахазрет Лери ну казанский хазрат говорит просто а у нас Азрет Лери хорошо так что джазак молухайран что вы досмотрели до конца подписывайтесь на наш канал ставьте лайки нажимайте на колокольчик и пишите комментарии баракаллафикум вассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху субтитры 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 субтитры